Комитет госконтроля вместе с другими государственными органами, я имею в виду и МАРТ, и Минздрав, и областполком, мы плотно занимались эти недели ценами. Я имею в виду и потребительские цены, и лекарственные средства. В большинстве своем цены пошли вниз. Еще до того, как Совет Министров принял постановление, которое ограничивает ежемесячное повышение. Но мы на этом не останавливаемся. По несколько раз в неделю созданные группы мониторят аптечную сеть, для того, чтобы мы обладали информацией с мест, что у нас в конкретной аптеке. И по результатам этих мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен. Во-первых, это касается тех, кто не предпринял должных мер, а, к сожалению, такие есть. Во-вторых, по некоторым позициям, по нашему мнению, цены снижены недостаточно, по сравнению с тем, как они были повышены изначально. Многие это увязали с отменой льготы по НДСу. Ну, чтобы вы понимали, льгота по НДСу – это 10%, а цены повысили на 30% некоторые. Он 10% скинул, 20% осталось. Но, наверное, это не совсем правильно. Поэтому цены должны быть объективные, разумные, справедливые.